Приветствую вас! Вообще, у вашего бывшего молодого человека совершенно не обязательно есть какие-то далеко идущие цели, и вполне возможно, что он это делает просто потому, что такой вот вежливый, такой вот правильный, да, и просто пытается им быть, просто пытается быть правильным, просто пытается быть, значит, ну, просто пытается вести себя так, как, соответственно, нужно, так, как, соответственно, было бы верно и, по его мнению, адекватно. Вот. То есть не нужно обязательно искать какого-то скрытого смысла. Напротив-напротив, если вы ищете какой-то скрытый смысл, то вполне вероятно, вполне возможно, что этот самый смысл важен в первую очередь именно для вас, а не для него. И в этом случае можно говорить о том, что вы сами еще отношения не завершили эмоционально, вас это еще, допустим, задевает как-то и так далее. У мужчины могут быть много оснований для того, чтобы поздравлять вас. Это могут быть основания как чистой вежливости, так и основания, значит, того, что симпатия к вам еще есть, да, то есть нужно разбирать, смотреть, почему вы, собственно говоря, расстались. То есть от того, почему вы расстались, многое зависит, в том числе зависит причина и мотивация его поведения, вот. Поэтому я очень рекомендую вам внимательно данный аспект исследовать, вот, и посмотреть, что может стоять за его поведением таким. Если, грубо говоря, вы расстались, расстались из-за, допустим, ну, каких-то разногласий, проблем, чего-то из-за чего, то мужчина вполне может быть, хочет просто надеяться отношения вернуть, ну, вот. Хотя это, безусловно, не факт, мне бы не хотелось вас обнадеживать, вот, потому что я понимаю, что вас это еще сейчас задевает, вот. Ну, не хотелось просто, чтобы настраивать вас против него, вот, не хотелось мне бы этого, мне бы этого, поэтому здесь я рекомендую вам все же обратить внимание на причины расставания и на, значит, свои чувства. Вот это вот, пожалуй, и будет причиной, по которым он вам пишет, вот. То есть здесь ориентироваться нужно, в первую очередь, не на, не на него, да, а на себя, вот. Потому что о том, для чего он пишет, нам может знать только он с точки зрения психологии. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...